Литературное наследие стюминских земель в белорусский город Иваново. Трехтомник Евангелия Федора Достоевского в уникальном оформлении теперь украшает Народный литературно-краеведческий музей средней школы-агрогородка Достоева. Торжественная передача фоксимильного переиздания от фонда «Возрождение Подольска» состоялась 18 октября. Репортаж Светланы Лёли. Добрый день, уважанные гости! Сардышно витаем вас у нашей родной Достоевской средней школы имя Федора Михайловича Достоевского. Хлеб-соль, а впереди большой межкультурный диалог о литературе, которая поистине бессмертна. Делегацию общественных деятелей бывшей столицы Сибири, города Тобольска Тюменской области, в белорусский агрогородок Достоева привели корни классика русской, чего умалять мировой литературы, великого религиозного мыслителя Федора Достоевского. Обеим сторонам есть что сказать. Благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» не так давно издал трехтомник «Евангелие Достоевского». Работа шла без малого шесть лет. Именно в Тобольске Федор Михайлович из рук жен декабристов получил это «Евангелие», с которым он волею судеб попадает в Омскую крепость на четыре года каторги, и там, где нельзя ему ни читать, ни писать, ни ручки карандаша, нет возможности ему иметь. Хотя он тогда хотел все писать и работать, но такой строгий каторжный режим. А вот священную книгу ему разрешают взять в камеру. И он ее четыре года штудирует, и после этого пишет, что он переродился с этой книгой. Для меня стало очевидным, что, вот можно говорить, что город Тобольск, но если не сделал, то поспособствовал великому появлению великого Федора Михайловича Достоевского как великого гражданина мира, великого русского писателя. Ее называют «Вечной книгой». В творчестве автора она сыграла исключительную роль. Все три тома переизданного Евангелия Достоевского заключены в своеобразный острог. Это у нас тюремные ворота, маленькие оконца. Каторга стала тем местом для Федора Михайловича, где он переосмыслил жизнь. И, кстати, при жизни он говорил, тебе бы на каторгу, батенька. Уникальный трехтомник вышел в свет благодаря выдающимся достоеведам современности. Сюда вошли фоксимили личного экземпляра Нового Завета Достоевского в 620 страниц со всеми отметками, ногтем писателя, а также исследования и комментарии ученых. Тираж составил 100 экземпляров. Один из них торжественно передан в Достоево. Знаковый подарок из Тобольска теперь достояние Народного литературно-краеведческого музея Достоевской средней школы, которая носит имя классика. О стоимости подарков говорить не принято, но журналистам гости признались, что один экземпляр трехтомного комплекта Евангелия Достоевского обошелся в 3,5 тысячи долларов. Такую драгоценность будут хранить в тематическом зале школьного музея, где витрины, полки и стены неустанно рассказывают о Достоевском и его творчестве. У нас есть первые издания, выемки братьев Карамазовых, которые в русском вестнике опубликовались. Кто бывает в музее, я думаю, наверное, удивляются, с восхищением смотрят прижизненную фотографию Федора Михайловича Достоевского, которую он держал в руках. Это фотография 1878 года. Она сделана за три года до смерти классика. Также записочки, написанные его сыном Федором от руки, это тоже ценные экземпляры. Таким образом, стороны готовы к дальнейшему сотрудничеству гуманитарному и торгово-экономическому. Фонд «Возрождение Тобольска» заканчивает работу над многолетним трудом, двухтомником «Беларусь и Сибирь», который обещают презентовать и в Синеокой. Важно отметить, что нынешний визит в Беларусь сибиряки посвятили двум культурным центрам. Фоксимильное переиздание «Евангелие Достоевского» есть лишь в Национальной библиотеке и теперь в Достоево. Собственно говоря, давало возможность выздавать что-то новое, в том числе и о вашей республике. Получается так, что Достоевский везде всех объединяет. В ходе культурной встречи Тобольская делегация посетила места археологических раскопок усадьбы Достоевских. В 17 веке казаки Богдана Хмельницкого совершили так называемые «преступления без наказания» – сожгли поместье Дотла. Сегодня на этих землях пусто. Вопрос возрождения родового имения существует давно. И, судя по всему, надежда есть. Один тот факт, что этот вопрос рассматривался на уровне Союзного государства Беларуси и России, свидетельствует о том, что подготовительный этап, в принципе, он пройден. Сегодня мы находимся на том месте, где не просто 7 лет назад стоял вот этот знак и больше ничего не было. Дальше за этим знаком уже законсервированные раскопки. Есть научные труды, которые конкретные имеют доказательства того, что именно в этом месте находится родовое имение Достоевских. Поэтому сегодня работают уже не просто над идеей. В воплощении проекта сильно заинтересованы обе стороны. Достоевский до сих пор для многих остается тайной, великой и непобедимой. Говоря словами классика, заниматься тайной, ибо хотеть быть человеком.